Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно и по телевидению, и радио Тетим Сахарадиата. Режиссёры Марии Сунхалырова, Николай Слепцов, у микрофона ведущий редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче. Нынешний год для нашей республики знаковый. 85 лет назад, 14 февраля 1939 года, постановлением Совета народных комиссаров Якутской АССР, было образовано Якутское управление лесов. За 85 лет лесная отрасль преобразовалась, прошла масштабные этапы становления и своего развития. Многие поколения лесоводов славно трудились и трудятся сегодня во благо сохранения и развития лесов нашей республики. Сегодня наша в целом телерадиопрограмма посвящена этому знаковому событию. У нас в студии заслуженный лесовод Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, председатель общественной организации Общества лесоводов Республики Саха-Якутия, директор якутского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Рослесинфорк Саргалана Поликарповна Амосова. Здравствуйте. Здравствуйте. Саргалана Поликарповна, мы тоже знакомы уже давно, порядка в 90-е годы, когда вы возглавляли департамент лесных отношений. И все как-то мы освещали в средствах массовой информации здесь, на НВК Саха, ситуацию с пожарами лесными было. Ну, сегодня речь, конечно, не о пожарах, а сегодня о юбилейной дате, об истории становления и развития лесного хозяйства нашей Республики. Вот этой отрасли нынче исполнилось 85 лет, поэтому весь год будут проходить мероприятия. Ну, конечно, вот надо сказать, что вы вошли в историю лесного хозяйства. Якутия как первая и пока единственная женщина, главный лесничий. Якутии с 2004 по 2013 год вы возглавляли. Вот были главным лесничем Якутии и ветеран отрасли, понятное дело. И почти 40 лет своей жизни отдали лесному хозяйству. Ну, начинали с родового лесничего. Ну, если можно, вкратце чуть-чуть о вашей биографии, да? Да, но я... Напомнить нашим слушателям. Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Я закончила Уральский лесотехнический институт, а так я родом с Покровска, с Хангаласского района, тогда же Никизовского района. Закончила школу вначале с «Золотой медалью». И вот тогда, ну, в то время, в советское время, мы все хотели стать геологами, лесоводами, ну, работать в таких системах, где романтика, где запах тайги. И я поступила в Уральский лесотехнический институт и закончила его тоже с красным дипломом. Приехала сюда, в Якутию. Ну, тут был интересный случай, когда я стояла на распределении, меня хотели оставить в Свердловской области. Я стояла и говорила, нет, я хочу поехать в Якутию. В ответ мне профессора говорят, Сарглана, в Якутии нет вообще нормального лесного хозяйства. Там только одна охрана лесов от пожаров, а вот такие знания, как лесные культуры, лесная селекция, лесная генетика, то, что ты научные работы вела, это все там не пригодится. И тогда я встала и сказала, заплакала, девочка была, и говорю, а я поеду в Якутию и буду работать во благо лесов Якутии. Вот так, пафосно так сказала. Ну, вот приехала, начинала работу рядовым лесничьим Ботумского лесничества, сейчас участковое называется, это та сторона Хангаласского района. Тогда не было природного парка нашего Ленской столбы, это все входило в нашу территорию Ботумского лесничества. Я всегда говорю, что это лучшие годы моей жизни, когда я как молодой специалист, ну, скажем, на земле работала. Ну, затем были годы, постепенно, значит, в лесхоз перешла, потом меня в 94-м году пригласили уже в орган управления, где я была вначале замом, а потом с 2014-го стала главным лесничьим республики. Ну, это как главный инженер. Ну, понятно. То есть перед вами, вот, вашими глазами, вы непосредственно работали с теми руководителями, кто стоял у истоков и создания, и дальнейшего развития, да, отрасли лесного хозяйства. Да, вот, к моему большому счастью, я еще попала тогда, когда в Якутии было самостоятельное Министерство лесного хозяйства Якутской СССР, и успела, значит, поработать с теми людьми, которые тогда работали. А это были поколения очень такой сильных профессионалов, сильных людей, и система была очень стройная. В принципе, тогда в лесном хозяйстве работало 2,5 тысячи только в лесхозах, и где-то 1,5 тысячи работало в Якутской авиабазе. Тогда строилось везде, велось жилищное строительство, строительство кордонов, вышек. И как все равно, мы, молодые специалисты, приезжали, ну, по-любому, у нас крыша над головой была. Ну, и стабжение было определенное, это и спецодежда, там, и инвентарь, и все. Ну, где-то до перестройки, конечно, это был самый такой высокий период развития лесного хозяйства. Процветание отрасли, скажем. Процветание отрасли, да. Сложены времена, перестройка и так далее. Да, да, все началось с реорганизации, многочисленные реорганизации, особенно тяжело было в 90-е годы. В 90-е годы возглавляло управление, и вот в годы перестройки 17 лет, Улисов Вячеслав Степанович, заслуженный работник народного хозяйства республики. Ну, тогда главная задача была как-то сохранить отрасль, скажем так. Ну, и сохраняли, скажем, привели сейчас тому, что сейчас есть. А так вот, если начать сказать, как я стала заниматься историей лесного хозяйства, у меня мама учительница всю жизнь, она очень много писала, и статьи писала, и в подготовке книг участвовала. И она говорила, Сарглана говорит, почему нет, никто не изучает историю лесного хозяйства Якутии. Я говорю, ой, мама, сейчас я пойду, про это скажу, и вся эта нагрузка ляжет на меня. Ну, я долго отнекивалась, но незадолго до, к сожалению, очень рано она умерла. Она всё равно это всё говорила, и одно прекрасное утро мне говорит, Сарглана, пойдём. Всякая книга начинается с плана. Ну, план книги. Иди, говорит, открывай свой этот ящик, компьютер она называла. Мы сели, и до того увлеклись, вот составили план книги. И с тех пор мы начали изучать историю лесного хозяйства по крупицам, по крупицам. И тоже я говорю, благодаря вот этой кропотливой работе мы прикоснулись, со мной вместе работала Артемия Валариса Доржиевна, Никифоров Трофим Трофимович, наши тоже ветераны отрасли. Мы прикоснулись к такому, вообще, ну, того, что наше поколение не знало. А именно, как начиналось вот становление лесного хозяйства Якутии. В общем, уникальные такие, да, наверное, страницы истории. Да, да, очень интересные страницы. Ну, самое интересное, вот то, что до 1039 года не было системы управления лесами Якутии. Были отдельные лесхозы, были отдельные, но они были в тресте Якутия леса, это как бы лесопромышленная заготовительная организация, да. Так у нас Олегминский лесхоз будет в столетии, например, да, Ленский, Алданский, но в основном это были промышленные такие районы. А вот по всей республике не было. И об этом писали, что в Якутии нет системы. И в 1938 году сюда направили лесоинженера Аникина Константина Георгиевича. Вот это оказался такой уникальный человек. Его отправили в Якутию, потому что у него до приезда в Якутии он уже создал лесхозы в Тюменской области, создал в Камчатской области лесное хозяйство. Закончил Ленинградскую лесотехническую академию, приехал сюда один и начал составлять докладную записку, характеристику о состоянии лесного хозяйства. Подал тогда в Солновком Якутской АССР. Но вопрос рассматривали, рассматривали, и ему говорили, Константин Георгиевич, ты откуда приехал туда, езжай, в Якутии лесов много, нам его хватит, и охранять его тут не надо. Чуть ли не так. И очень вопрос, полгода он проявил очень большую настойчивость, и 14 февраля принято было постановление Совета народных комиссаров 140-е, и создано управление лесами местного значения. Штат был очень маленький, всего 14 человек, дали амбар им по улице Октябрьской. И вместе с ним, чуть позже, когда уже постановление принято, приехал сюда его соратник Соколов Сергей Петрович, тоже выпускник Ленинградской лесотехнической академии. И они начали с нуля создавать лесное хозяйство. Первый год создали пять межрайлесхозов, которые охватили лесохозяйственным воздействием 150 миллионов гектаров лесов. Ну, надо сказать, что сложности какие были, то, что, во-первых, языковой барьер, они набирали работников в районах, да, а все же были мы, ну, якутской национальности, а не русские, да. И вот он даже, вот, есть его докладные записки, где он про это пишет, скажем так. Ну, понятно. И, ну, до войны они уже всю основную канву создали. Создали курсы лесобещиков, сделали полный проект организации Якутского лесного техникума, чтобы подготовить свои национальные кадры. Ну, началась война, и Аникин Константин Георгиевич, Соколов Сергей Петрович, оба были призваны, оба были призваны на войну, и они ушли на войну. И вот в военное время возглавлял управление лесами Щербаков Игорь Петрович, он потом после войны сразу ушел в науку, был доктором наших биологических проблем, директором института, ну, ушел в науку, занимался межзлотным лесоведением, стал крупным ученым. Да, Соколов Игорь Петрович, конечно, вот, вы можете очень долго об этом говорить, конечно, я понимаю, потому что вы автор и составитель книги об истории лесного хозяйства Якутии на благо лесов Якутии, ну, и, конечно, других многих, да, брошюр. Вот, конечно, это тоже вот наши телезрители и радиослушатели, интересующиеся этим вопросом становлением и развитием лесного хозяйства нашей республики, конечно, могут обратиться вот к этим, да, печатным изданиям, которые... Очень много статей же тоже выходило в наших и в газетах наших республиканских. И вот сегодня вот хочу еще вас просить, что вы возглавляете Общество лесоводов Якутии 2017 года. Вот давайте про общественную работу немножко. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям. В 2011 году мы все работники лесного хозяйства Якутии собрали СИЭС, первый учредитель СИЭС лесоводов, и создали свою общественную организацию Общество лесоводов Якутии. Возглавил его Олисов Вячеслав Сипанович, возглавлял он его 10 лет. И вот главной целью нашей общественной организации у нас пропаганда лесного хозяйства, доведение знаний о леса до населения, работа со школьниками-студентами. В нашу общественную организацию входят работники всех 25 лесничеств, Якутийской базы авиационной охраны лесов, государственного автономного учреждения Якутий лес и ресурсы, ветераны отрасли, и вот федеральные учреждения, как мы. Во-первых, хочу сразу сказать, у нас есть правление общества и активисты. Мы всю работу ведем на общественных началах. То есть полностью на безвозмездной основе. Мы для себя поставили, что у нас есть общественная миссия лесовода. Ну, дело было сделано за эти годы, прошли определенный путь. Во-первых, значит, эту книгу выпустили, планомерно все время историю поднимаем. Затем, значит, в 2015 году был сделан сквер лесника, если кто знает, парки культуры и отдыха. Да, да. То есть в прошлом году выпустили книги про Татинское лесное хозяйство, Верхневилюйское. И вот так вот из года в год мы занимаемся вот такой просветительской работой. Да, конечно. И вот вы как раз напомнили про музей леса Якутии, да? Вы тоже возглавляете этот музей с 2011 года, да? 2017 года. 2017 года, да, вот музей леса. Конечно, там вот аккумулированы все, наверное, вот эти материалы, фотографии различные, да? Да, да. Все это уникальный, я считаю. Да, уникальный. Уникальный, я считаю, музей, поэтому и экскурсии у вас проводятся там, наверное, и молодежные, и так далее. У нас вот национальные вещательные компании тоже неоднократно были, передачи телевизионные тоже посвященные вашему музею. Вот как вот сейчас у вас эти материалы? Ну, музей леса Якутии мы создали в 2017 году, и тоже вот его цель как бы про лесное хозяйство. У нас там собраны все вот документы собраны, уникальные фотографии, у нас там собраны приборы, снаряжение, у нас уникальные карты, там есть экспонаты. И вот один, ну, он за эти годы стал центром лесного просвещения. Во-первых, находится по зданию Дежнёва 73, в здании Рослисенфорга. Мы, так как там находимся, я всё время курируем работу этого нашего музея, всё время пополняем стенды, пополняем экспонаты, пополняем. И кроме этого у нас там есть учебный зал. То есть мы являемся базовой кафедрой АГАТУ, там учатся студенты по специальности лесное дело. И я иногда преподавала, и сейчас наши специалисты, молодой специалист преподает там дисциплины лесоустройства, таксация леса, введение специальности. Студенты приходят учиться к нам. То есть тут же мы им и музеи показываем, и карты, и приборы. Теория и практика вместе, как говорится. Да, всё вместе. С одной стороны, где-то так. И уже многие, и выпускники, и потом, бывают, остаются и практики проходят, и производственные, и преддипломные. Остаются у нас работать. Это для того, чтобы нам постоянно работать с молодёжью. Студенты приходят в других институтах, школьники приходят. Но, конечно, у нас не свободное посещение, так как это учреждение по записи, скажем так, заранее. Но наш музей леса, музей леса есть по субъектам. Но, скажем, всё время про нас говорят, что у нас самый северный музей леса, во-первых. Ну, правильно так оно и есть. И проводили конкурс музеев леса, и мы выиграли первое место по России. Наш маленький, небольшой музей леса взял первое место по России, как лучший музей леса. Так, Сержанна Валькаровна, вы были ведь, наверное, являетесь членом попечительского совета АГАТУ. Да, являетесь членом попечительского совета. У нас осталось буквально ещё минута, может, где-то около двух минут. Коротко расскажите-ка об этом. Ну, во-первых, значит, когда раньше не было там факультета, вот этого лесного комплекса, создавали факультет, не хватало специалистов, и руководство обратилось к нам, чтобы мы помогли. И вот мы сами преподавали там очень такие узкие специфические дисциплины, и оформили им лесной участок, постоянное бессрочное пользование для учебно-образовательских целей. Затем, значит, вот как базовая кафедра, ведём дипломы, проекты им, постоянно с ними общаемся, участвуем во всех этих геках, ну, в защитах дипломов и так далее. И мало того, что уже сейчас, вот от нас уже учатся там и в аспирантории, то есть мы постоянно сотрудничаем. В этом году, а в прошлом году, к концу года, мы изготовили им стенды, например, про историю лесного хозяйства Якутии, чтобы у них там все студенты могли видеть, смотреть, изучать вот эту историю. Ну, тоже интересно, конечно, да? Всё-таки вы, как говорится, и готовите тоже национальные кадры, они всё-таки нужны. Ну, по кадрам вы ещё... Ну, я считаю, самое главное, конечно, обучение нужно уделять очень большое внимание, готовить кадры лесного хозяйства, это наше будущее. Вот я хочу, к примеру, сказать, да, в то время, вот когда лесное хозяйство становилось, в 44-м году открыли Якутский лесной техникум. Годы войны. Годы войны. Годы войны, который дал первый выпуск в 47-м году. И вот те люди первого выпуска, они потом создавали лесное хозяйство, тяжёлое послевоенное время. Вообще, вот я хочу отметить, в военное время, оказывается, такие решения принимали. Это в 44-м году создали авиационную охрану лесов от пожаров. В 44-м году тоже тяжёлые годы войны. И нынче нашей вот авиационной охране лесов исполняется 80 лет. Вот, вот уже в этом году, в 2024-м году. В 42-м году создавали районные лесхозы, 22 новых районных лесхозов. Вроде бы времена-то были такие сложные, да, но всё равно люди занимались развитием лесного хозяйства. Ну что ж, Сержанна Паликаповна, во второй блоке нашей сегодняшней телерадиопрограммы «Якут», сегодня мы продолжим речь, конечно, и о кадровой политике, тоже немножко поговорим, да. Тоже гости будут здесь, ваши коллеги тоже. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза на несколько минут, потом мы вновь вернёмся в студию и продолжим нашу передачу, посвящённую юбилею лесной отрасли. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск. Сегодня». Продолжаем нашу передачу. Напомню, у нас сегодня в студии заслуженный лесовод Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, председатель общественной организации общества лесоводов Республики Саха-Якутия, директор Якутского филиала Федеральной государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорк» Амосова Сарголана Поликарповна, ведущий инженер, таксатор Артём Ростиславович Степанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный специалист, тоже таксатор, Александр Александрович Герасимов. Здравствуйте. Здравствуйте. К 85-летию образования лесной отрасли Республики мы посвятили сегодняшнюю нашу телерадиопрограмму. Уважаемые слушатели, если у вас будут какие-то вопросы к участникам нашей сегодняшней программы, пожалуйста, звоните на телефоны 320066 и 321166. Ну что ж, Сарголана Поликарповна, пожалуйста, какие профессии ещё есть в лесном хозяйстве? В лесном хозяйстве профессий много. Много, да. Все как-то знают тоже опять всё время про лесных пожарных, да. А у нас в лесничествах работают лесничие, участковые лесничие, мастера леса, конечно, финансисты, водители, тракталисты, администраторы лесных платежей. Тоже лесничие – это тоже очень такая основная территориальная единица управления у нас. В учреждениях ГАО «Якут-Лес-Ресурс» и «Якутская база авиационной охраны лесов» работают лесные пожарные, парашютисты, десантники, лётчики-наблюдатели, ну и все диспетчера там. Тоже свои специфические такие профессии. Инженера тоже есть всегда лесного хозяйства. Затем, значит, вот есть федеральные учреждения такие, да, есть у «Рослес-Защита», а там работают лесопатологи. А вот наша организация в «Рослес-Инфорк», да, у нас работают лесоустроители. Тоже своя специфика, и каждый должен проходить подготовку, переподготовку. Вот вы возглавляете якутский филиал, да, «Рослес-Инфорк». Что за организация? Какая её функция? Если вкратце, конечно. Да, ну, как раз хочу сказать, «Рослес-Инфорк» начал свою историю 23 мая 1937 года, когда была создана Всесоюзная организация «Леспроект» называлась, лесоустроительная организация. Туда входили несколько экспедиций, много, в общем, по всей России. Затем, значит, тоже всё время вошли реорганизации и так далее. В 92-м году учреждение было переименовано «Рослес-Инфорк». сейчас является ведущей лесоучётной организацией России, непосредственно подчиняется Федеральному агентству лесного хозяйства, это федеральная структура. И главное, значит, какие работы сейчас делает «Рослес-Инфорк»? Это государственная инвентаризация лесов, проведение работ по лесоустройству, лесное проектирование, лесное планирование, и постановка на кадастровый учёт лесных участков. По всей России 35 филиалов, из них, значит, работает в них где-то 4,5 тысяч человек. Мы можем работать в любом субъекте Российской Федерации. Точно так же, как и Якутия, известность леса Якутии приводили, а это 255 миллионов гектаров, работали лесоустроители со всей России. А наш якутский филиал был создан 1 апреля 1963 года. В прошлом году мы отметили свой 60-летний юбилей. Филиал небольшой, скажем так. Территория нашей деятельности – это наша Якутия. Но мы по заданию тоже можем выехать в другой регион постоянно. Что и бывает так, что государственные задания падают на другой регион. За последние годы, в 18-20 год Якутии, была проведена государственная инвентаризация лесов, проектирование границ лесничества. И к нам приезжали, работали до 14-15 филиалов у Рослисинфорга постоянно. Это всё федеральные средства, федеральный бюджет, федеральные работники, скажем так, чтобы изучить наши леса Якутии. Вот такая вот мы организация, если кратко скажем так. А так, что такое самая грамма лесоучётная работа? Это полная информация о лесах того или иного региона. Понятно. Ну что ж, давайте обратимся к нашим молодым коллегам, к ребятам. Александр, а что за профессия лесоустроитель? Таксатор. Вот всё-таки вот сегодня тоже у меня спрашивали, что же профессия таксатор? Вот объясните, если можно, нашим телезрителям и радиослушателям. Чем он занимается? У меня вот часто даже вот знакомые, друзья спрашивают, чем я занимаюсь всё лето. Многие из них даже думают, что я всё лето пожары тушу. Но на самом-то деле это не так. Есть такая работа, как таксация леса. Это, то есть, мы определяем количественные и качественные характеристики лесов. Ну, по-простому говоря, это считаем, где и какой лес растёт, какой объём имеют данные лесные насаждения. Ну и даже вот определяем, какие леса подпадают под рубку, а какие, наоборот, требуется уход за лесом или даже лесовосстановление. Ну, сама работа по таксации леса, она проводится в три этапа. Первый этап – это подготовительные работы. Это, то есть, мы подготавливаем в основном полевому сезону материалы. Это в основном картографические информации. И изучаем космоснимки. Ну, а второй этап – это, скорее всего, самое сложное для нас. Это полевые работы. Это начиная с мая месяца и до глубокой осени мы выезжаем вдали от дома, от семьи и работаем вот в полевых условиях. Ну, а третий этап – это камеральный этап. Это, то есть, мы то, что получили от полевых работ, мы их заносим в карты, схемы, планы лесных насаждений. Да, отчитываем. Уполняются вот таксационные характеристики лесов и передаём их в Федеральное агентство лесного хозяйства и оттуда передаётся уже наше лесничество. Да. Ну что ж, вот, Артём, а какими приборами вот сейчас вы пользуетесь? Вот вы тоже таксатораете. Да, вот, для определения характеристических лесов нам необходимы такие приборы, как высотомер для определения высоты, мерная вилка для определения диаметра древостоя, полнотомер для определения запаса на один гектар. Угу. Ну, в общем-то, да, у нас телефонный звонок. Давайте послушать наушники, пожалуйста, оденьте-ка, уважаемые участники передачи. Алло. Что, добрый день. Добрый день. Хангалатский улус, Юрий Николаевич, Валерий Иванович. Валерий Иванович, слушаем вас в вопросе. Ага, я бы вот пользуясь случаем, как раз у вас тема хорошая, Юрий Николаевич, хотел бы поздравить свою землячку, героя России, лесничью, Кустинову, Варвару Михайловну. У нас их немного, по-моему, героев лесничек. Да, и вот все-таки юбилей. И вот хотел спросить, как вы с ней контактите, как молодежь вот все-таки со своим героем на встречи приглашает, бывает у нее, приглашает ли к себе, перенимает ли у Варвары Михайловны опыт. Ну, герой есть герой, правда, их я говорю еще раз. Так же, как герои СВО, так же и лесничьих очень мало. Может, она единственная, может, два-три. Поэтому вот у меня вопрос такой. Спасибо вам за внимание. Угу. Так, пожалуйста. Устинова Варвара Михайловна, герой труда Российской Федерации, она единственный в России работник лесного хозяйства, удостоенная такого высокого звания. И именно из Якутии, из других субъектов, именно героя труда Российской Федерации нет. Варвара Михайловна всю жизнь проработала, вначале она работала в Колымском лесхозе, потом получала высшее образование, потом в Татинском, и основную деятельность провела в Хангаланском районе. Вот когда я говорила, я работала лесничьим в Ботомском лесничестве, мы вместе с ней работали, мы с ней подруги постоянно общаемся. Затем, значит, проработав лесничьим, сейчас, как бы считают, участковым, она стала директором Хангаланского лесхоза, и затем лесхоз был переименован лесничеством. Варвара Михайловна воспитала очень большое, ну, много молодых людей, своих последователей, которые сейчас работают очень в Хангаланске, в районе Хангаланском лесничестве, считается одним из лучших, лучших в республике, постоянно передает свой опыт, является наставником молодежи. Естественно, когда у нее возможность, она участвует во всех мероприятиях лесного хозяйства, она такой же член нашего общества лесоводов. Ну, и у нас музей леса тоже, о ней есть специальный стенд, есть портрет ее, ну, то есть мы всегда про нее тоже рассказываем. Ну, Варвару Михайловну мы тоже поздравляем с юбилеем, 85-летием со дня образования лесной отрасли республики Саха-Якутия. Ну что ж, ребята, тоже хочу вам еще задать вопросы. Вот, Александр, ну, ты говоришь, что вот в полевых условиях вы бываете с весны, аж до поздней осени, да? Ну, естественно, в тайга, комары там, ну, конечно, всякое может тоже произойти. И вот тут вот у меня такой вопрос, не боитесь ли вот быть одному в тайге? Ну, какие-то, может быть, примеры опасности, какие-то преследуют вас? Что трудности? Конечно, трудности есть, наверное, в любом случае. Ну, да, трудности, конечно, бывают, но это зависит в основном от района, где мы работаем. Но мы стараемся вот основной наш табор сделать посередине нашего участка. И вот когда вся бригада находится на табре, мы весело и дружно проводим время. Ну, а работать ходим, в основном стараемся ходить по двое. Ну, иногда тоже приходится по одному ходить. Ну, опасности, трудности, конечно, бывают. И, конечно, большую опасность для нас представляют это медведи, конечно же. Мы каждый полевой сезон встречаем. Вот в прошлом году даже один на меня напал. Да, вы что говорите. С чудом, но избавился. Ну, вот психологически себя уже подготавливаем к началу уже по львову сезона. И нам выдаются средства защиты. В основном шумовые и фальшферы, которые горят в огне. Ну, справляемся. Ну, что, конечно, Артём, скажи, пожалуйста, а где вот ты что закончил? Где ты учился? И вообще, как готовят вот таксаторов, специалистов, инженеров? Да, вот лично я вот закончил в 2019 году АКУТУ. Также проходил производственную и преддипломную практику в филиале в Росвесном Форге. Также Саргана Поликартна была моим дипломным руководителем. И, ну, я успешно прошёл практику. Потом у меня поступило продолжение устроиться к ним в филиал. Но я вот только с позитивными мыслями направил документы, написал заявление. И вот уже прошло. Идёт пятый год, как работаю на должности ведущего инженера. Александр, что вы закончили? Ну, я тоже закончил бакалавриат в ЕГСК, в государственной хозяйственной академии. И в прошлом году защитил магистрскую работу. Это уже, получается, в АГТУ. Ну, то есть вот специалисты, да? Всё-таки местные кадры готовить наши. Ну, да, местные кадры наши. Ну, это вообще. Ну, первые специалисты все были приезжие. Ну, постепенно учили, готовили национальные кадры. Ну, у нас есть тоже ребята, которые и вне, скажем, республики. Выпускники есть ленинградского вузов, сибирского технологического института, уральского института. То есть состав такой различный. Ага. Ну, конечно, какие-то современные технологии внедряете? Нет, ребята? Да, вот есть собственная производство. У Рослицинфоргом есть такое приложение полевой аэромтоксатор. Они вот устанавливаем мы их на наши планшеты. И то есть мы уже во время хода работы в полевой сезон мы записываем все эти характеристики, измерёнными вот нашими приборами. А потом после этого в дальнейшем уже вот в полевой сезон, то есть камеральный перевод, то есть в зимнее время мы уже вносим это все данные в ГИС-программы. И там уже учитываются все вот категории защитности лесов. И вот в основном вся обработка проходит вот в камеральном переводе. Ну, всё-таки, наверное, бывают, да, такие периоды? Ну, я хочу сказать, что вот чем сложна вот эта профессия, да, у нас люди, которые приходят, они прикипают к этой профессии, скажем так, да. У нас вот недавно ушли ветераны, которые у них по 50 лет стажа работали. В Якутию приехали в молодости, на всю жизнь связали свою жизнь Якутии. Вся сложность состоит в том, что это очень такая инженерная работа. Ну, человек с высшим образованием, да. Он, во-первых, перед камеральной ребята работают на очень сложнейших программах в ГИС-технологиях. Потом они должны быть проектантами. Это, считай, как учёный сидит, вот составляет что-то, да. Точно так же они должны уметь анализировать, обобщать. Потом запроектировать какие-то и мероприятия, и категории, и все это вывести, да. Но это должно ещё сочетаться с полевым сезоном, когда человек, который, вот, ладно, молодые люди сейчас все умеют за компьютером сидеть, да. А они, кроме этого, вот мои ребята, да, они должны уметь находиться в лесу, и в большинстве случаев это по одному. Заходы они уходят по одному, они же ходят, измеряют деревья, характеристики, пишут тип растительности, возраст и так далее, да. И эта работа, вот, человек не должен бояться находиться в тайге. Ну и сами понимаете, там, комары, мошкара, нет в интернете, скажем, да. Сейчас же люди, ну, как-то все же молодёжь же это. Да, да, конечно. Ну, не зря, по-моему, таксаторов называют вот, ну, геологами, да, первооткрывателями, скажем так. Ну, геолог, мы себя геологами не называем, но называем первооткрывателями лесных просторов. Да, вот, вот, лесных просторов, да, всё-таки это профессия, связанная, я считаю, наверное, и с риском небольшим, как тоже говорил сегодня Александр, да. Но всё-таки есть перспективы, да, ребята какие-то? Ну, да, конечно. Какие, например, вот, что? Что, профессия в будущем как-то может себя, вот, она может измениться как-то, это вот? Ну, я считаю, всё равно, таксатор всё равно будет, наверное. Потому что всё-таки человек только может там, ходя в лесу, определить. Мы и тип леса определяем, и даже почву определяем, и всё это приходится делать. Надо всё пощупать, посмотреть самому, да, всё это записать, зафиксировать. Ну, нужно же, что это сосна или лиственница там, берёза или осина. Мы также ещё на постоянной основе обучаемся, учимся, также проводим ежегодные коллективные тренировки с другими филиалами, уезжаем в другие города, регионы и тренируемся. Также проходим повышение квалификации. Да, вот, кстати говоря, о повышении квалификации хотел как раз спросить вас. Да, проходим вот город Пушкино, Московской области и город Девеногорск, Краснодарского края. Там есть какая-то база, да, видимо, основная? Да, да, там в городе Пушкино находится институт, тоже неправильное образование, да. Повышение квалификации. Повышение квалификации называется. Вот 24 марта они на неделю все выйдут в Девеногорск. Девеногорск уже, да. Все таксаторы, да. Ну, это уже март, завтра уже 1 марта, значит. Когда вы уже отправляетесь тогда, ребята, в тайгу? В тайгу уже в начале мая. В начале мая уже, да, осталось совсем немного. Да. И семьи тоже, наверное, готовятся к этому, да, что папа вот. Да, вот это самая трудная часть нашей работы, скорее всего. Расставания какие-то. Это скучаешь по своим семьям, все-таки, ну, поддерживает наши близкие, с пониманием относится к выбранной профессии. Ну, поэтому, считывая нашу поддержку, справляемся. Ну, что ж, вот буквально осталось совсем немного там секунд, да. Вот, Сарлана Поликарповна, буквально 2-3 слова пожелания. Ну, во-первых, хочу обратиться всем лесоводам республики, ветеранам нашей отрасли, поздравить с тем, что у нас вот 14 февраля исполнилось 80 лет, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия. И весь год у нас будет мероприятие, посвященное 85-летию. Ну, что ж, с 85-летием, уважаемые лесоводы, работники лесной отрасли нашей республики, поздравляем всех с этой юбилейной датой. Ну, наша передача телевизионной и радийной подходит к концу. Это была передача «Якутк сегодня». Велую редактор Юрий Сергеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин